Открываем сервис мануал на странице 47, едем в микросборку STK 403.090, 2 по 50 Вт. Смотрим вход. Это у нас 15 и 11. Вот контакт. И общий, и десятый. Значит, мы можем подпаяться. Вот даже тут стрелочки, видите, специально на схеме, чтобы было удобно смотреть. Вот у нас девятый, одиннадцатый и общий у нас получается десятый. Можем подпаять AUK сюда, но тогда у нас не будет ни регулировки громкости, ни аквалайзера, настроек, ничего. Вот. Можно сделать другим путём, как и я сделал. Но при этом, возможно, ухудшилось качество звука, потому что здесь мы имеем один проходной конденсатор. Далее по схеме будет ещё два проходных конденсатора электролитических. Ну и плюс ещё сама, сам контроллер, аудио. Вот он. Вот. Здесь мы видим у нас вот селектор входов. Можем припаяться лучше всего, ну, как я решил сделать, это вместо радио, потому что диск, возможно, он запросит, чтобы наличие диска было. Вот. И кассета тоже самое, он там, возможно, будет... Все вот эти вот там концевички, может быть, чтобы кассета была вставлена. А радио, как бы, без проблем. Значит, мы можем подпаяться. Сейчас я вам покажу. Вот. У нас. На контакте. На клеймнике CN753. У нас, получается, идёт выход с тюнера. Это третий и пятый контакт. И второй контакт. Это земля общий. Вот сюда я подпаялся. И всё. Получил аукс. При включении включаю тюнер. И всё прекрасно работает. Вот так вот просверлил дырки. Поставил разъёмы. Вот так это выглядит. Сам разъём, куда подпаиваться на платье, примерно вот в этом месте находится, под вот этой крышкой. Канал правый и левый подтянул к земле через резисторы 150 Ом. Меньше искажений. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»